всем привет давно хотела поговорить с вами про организацию рабочего пространства для шитья сегодня мы наконец-таки этим и займемся пока не приступили обязательно подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропустить новые ролики а в конце у нас будет конкурс разыграем одну потрясную книгу так что не переключайтесь итак организация пространства для шитья как правило первое рабочее место возникает стихийно вход идет любая ровная поверхность виде кухонного или компьютерного стола иногда даже журнальный столик вполне удачно подходит для того чтобы скукожившись дать пару ровных строчек на швейной машине ну а про то что пол это вообще необъятный простор для творчества я и говорить не буду ставьте пальчик вверх то хоть раз краю на полу в этом всем кстати нет ничего ужасного многие так начинали я и сама долгое время краю на полу ну может быть это мягко говоря не совсем удобно но ведь главный результат правда же единственное что со временем когда вы начинаете завоевывать все больше квадратных метров квартиры лица ваших домочадцев выглядят все более озадачено да и вы сами начинаете понимать что миленький творческий беспорядок постепенно переходит в хаос в котором как в черной дыре пропадают нужные прямо сейчас инструменты или даже целые детали кроя вот на этом этапе и приходит ясность что необходимо что-то менять с чего же начать есть обязательный минимум в который входит стол на котором удобно расположиться швейная машинка также базовый набор инструментов стул на котором удобно расположитесь вы а также свет и желательно чтобы его было побольше теперь подробнее стол который вы будете использовать для швейных работ желательно использовать только для швейных работ это позволит разместить на нем всю необходимую технику а значит вам не придется таскать ее с места на место что сэкономит вам и время и силы потому что некоторые техника весят немало. Ну а если стол оборудован всевозможными ящичками, то в них может разместиться не все, конечно, но большая часть вашего швейного богатства. Для этих целей вполне подойдет один из вариантов компьютерного или письменного стола. А если вы счастливая обладательница не только швейной машинки, но и оверлока, то компьютерный стол лучше брать угловой. Тогда на нем компактно разместятся оба агрегата, и вы без заторов сможете перемещаться от одного оборудования к другому, что опять же положительно скажется на время затраток. Ну а если есть возможность разместить специальный стол-трансформер, то лучше приобрести именно его. Я сейчас расскажу о своем, и вы поймете, почему так лучше. Итак, смотрите. В закрытом виде он похож на симпатичную тумбу, размеры 50 на 100, высота 84, и причем по цвету можно же подобрать так, что она идеально впишется в интерьер, и никто даже не догадается, что же там внутри. А мы сейчас откроем и посмотрим. Фокус-покус, и перед нами полноценное рабочее место. Если смотреть на самые длинные его отрезки, то это примерно 150 на 150. Уберу пока откидную поверхность для оверлока, покажу вам, что находится в ящичках. Очень здорово, когда есть вот такой вот большой ящичек, он позволяет нам хранить всевозможные папки с конспектами, инструкциями, выкройки, журналы, книги. Вот, кстати, по выкройкам сейчас покажу вам один секретик тоже, как их хранить. Это те выкройки, которые уже были в работе, и чтобы не забывать, какая из них перед нами, можно прикрепить кусочек материала, из которого это изделие было отшито. Но в остальных ящичках уже смотрите сами. Храните то, что чаще всего у вас в работе. Ниточки, подушечки для ВТО, все, что хотите. А еще я прям кайфую вот от этих выкатных полок. Смотрите, выдвинул, поднял, поставил. Очень удобно. Здесь же можно хранить какие-то ваши инструменты. Там, где швейная машинка, у меня лампа. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня здесь на столе приклеен кусочек сантиметровой ленты. Это я уже добавила от себя. Тоже советую всем так сделать, потому что не всегда у нас линейка под рукой, сантиметровая лента, а так быстренько взял, замерил. Ну и здорово, что можно задействовать даже то пространство, которое на двери. Вы можете самостоятельно отшить вот такие контейнеры. Мы же с вами все-таки рукодельницы. А можно приобрести готовые. Это из Икеи, отдел все для кухни, если не ошибаюсь. Что мы здесь храним? Всевозможные иголочки, резиночки, коробочки со всякой мелочевкой, канцелярию, педальки для машинок, ну и всевозможную фурнитурку. И по высоте. Наверное, обратили внимание, что 84 сантиметра, не совсем стандартная величина. Но для меня оптимально, потому что можно комфортно и кроить, и работать за швейной техникой. Я обожаю, когда все так продумано. И, естественно, это положительно сказывается на швейной работе, потому что все под рукой. И мы существенно сокращаем время на подготовку и сборку рабочего места. Я думаю, многие спросят, где же такой столик взять, поэтому ссылку оставлю в описании. И, кстати, у подписчиков канала будет скидка. Еще очень удобно над столом или где-то рядом с ним разместить вот такие панели с крючками. На них вы можете развесить все инструменты, которые чаще всего используете. Я, правда, со своим столом качую то в одном кабинете, то в другом, поэтому все самое необходимое ношу с собой в чемоданчике. Идем дальше. О столе поговорили. Теперь давайте немножко о стуле. Хорошо, если он будет с высокой спинкой. За это вам спасибо скажет ваша спинка. А если рассматривать идеальный вариант, то лучше приобрести офисное кресло не только со спинкой, но и с регулировкой подъема и на колесиках. Теперь про свет. Идеально, чтобы ваш стол находился у окна, потому что дневной свет дает возможность корректно разглядеть оттенки тканей, ниток, фурнитуры, а искусственный свет может восприятие цвета иногда искажать. Понятное дело, что мы чаще всего активны именно в темное время суток. Тут на себя ответственность берут уже потолочное освещение и настольная лампа. Вот очень важно, чтобы у вас была настольная лампа. Лучше бы, чтобы такой настольный светильник был оснащен мощной светодиодной лампой. Они практически не нагреваются. А также подвижной ножкой. Это поможет направлять источник света в нужное нам место. Чаще всего местного света машинки бывает недостаточно, поэтому требуется дополнительное освещение. Особенно это актуально, когда мы шьем черные брюки, например, черными нитками. Ну и при выполнении ручных работ направленный свет тоже очень важен. Например, когда мы уже не шьем, а распарываем. Следующий совет. Наверное, очевидный, но на всякий случай отмечу, что рядом со столом, под столом, неважно, обязательно должно быть мусорная ведерка. Шитье процесс увлекательный, но мусороемкий. Лучше сразу приучать себя к порядку, чтобы потом в конце не утонуть во всех этих обрезках и не ассоциировать шитье с чем-то негативным. Не переживать, что потом еще два часа уборку наводить. Также очевидным, но не менее важным дополнением является наличие большого зеркала в рабочей зоне, в которое вы сможете любоваться собой в полный рост, проводя очередную примерку своего шедевра. И наверняка возникнут вопросы по поводу манекена. Не скажу, что он входит в топ самого необходимого на старте, но со временем многие понимают его необходимость, особенно когда речь заходит о создании сложных видов кроя. Ну и давайте еще пару слов о хранении, потому как после каждого нового изделия всегда что-то достается. Пуговки, нитки, резинки, остатки клеевых. И если не будет системы, то со временем вы начнете забывать, что у вас что-то есть или точно будете знать, что что-то есть, но не вспомните где. Поэтому важно, чтобы у всего был свой домик и желательно из прозрачных материалов. Так вы быстрее сможете сориентироваться. Здесь четко видно, что у меня лежат клеевые. Если вдруг не прозрачные коробочки, то обязательно подписывайте. Здесь у меня значок молнии, значит, естественно, внутри молнии. Все просто. Все эти коробочки нужно тоже где-то хранить, и одной полки тут не хватит. А вот стеллаж, комод или даже шкаф с этой задачей должны справиться. Тут, правда, есть одна закономерность, что чем больше у нас места для хранения, тем больше мы захламляемся. Я даже видела забавную картинку на эту тему. Там говорится, что покупаю ткани быстрее, чем успеваю шить. Вот нужно как-то учиться себя сдерживать. Если я узнаю, как, я обязательно с вами поделюсь. Вот такой наш минимум. Понятное дело, что без гладильной поверхности и утюга дело также далеко не двинется, поэтому было бы здорово, если бы они находились как можно ближе к вашему швейному уголку. И, кстати, на канале у нас есть отдельный ролик о важности ВТО. Обязательно его посмотрите. Ну что ж, сегодня мы рассмотрели с вами общие полезные рекомендации по обустройству пространства для швейного творчества. Наверняка у многих из вас есть какие-то свои интересные идеи и предложения. Обязательно делитесь ими в комментариях. Возможно, именно они вдохновят кого-то на желанные долгожданные перемены. А тому, кто предложит самую интересную идею, мы подарим эту книгу. Итоги подведем в течение месяца. И не забудьте подписаться на канал, поставить пальчик вверх этому видео и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные уроки от нашей школы. До скорых встреч!